Вот сейчас в моем кабинете вот такая вот куча книг о преступлении и наказании. И я готовлю это следующая премьера, должна быть преступление и наказание. Другой вопрос, что это очень неповерятный сюжет. Другой вопрос, что это, как бы сказать, это роман о любви к Богу. И об искушении дьявола, да? Понимаете, мы же ставим балеты о любви мужчины к женщины, да? Мы же ставим балеты о более плоских вещах, а там Достоевский затрагивает совершенно другие сферы. И как это выразили балеты? Но с другой стороны, понимаете, я должен найти совершенно новую, как бы сказать, историю, новую адекватную балетную историю на этот сюжет. То есть, как бы сохранив философию, проблематику героев Достоевского, но дать возможность, чтобы это было действительно, возможность, чтобы это было станцовано на балетной сцене. Ну, я попробую, очень трудный сейчас период такой, потому что, знаете как, ты, допустим, один день ты просто весь летаешь, вылетаешь, да, я обязательно это сделаю, второй день ты, нет, это невозможно, это абсолютно не танцуемое, это абсолютно не балетное и так далее. И вот это вот, знаете, черно-белое, черно-белое, ну, когда-то нужно будет, конечно, остановиться. Но пока я работаю, сказать, что я вот сто процентов буду делать, я не могу как. Я вообще очень много работаю, у меня очень долгий, обучительный, застольный период, я очень много думаю, конспектирую. Вот у меня, допустим, Мольер, да, у нас спектакль Мольер, я вам скажу, сейчас, но не совру, вот такая вот стопка, вот такая вот стопка, исписанная моей рукой, таких вот тетрадей, моей рукой, это ни один хореограф мира, поверьте мне, это не я. Потому что у меня действительно, вот, я не просто хореограф, который сочиняет танцы, я думаю, размышляю, режиссуру, устраиваю, я расстраиваю концепцию, я, так сказать, ну, другой такой мыслящий хореограф. Поэтому, вот, поэтому и пока я нахожусь в этом периоде, когда я много пишу и думаю, если что-то надумаю, скажу. Спасибо.